смотрите были вот такие вопросы родные о ваших близких есть близкие которые находятся на звучат пока да на низкой вибрационной волне которые вас не понимают которые болеют которые имеют свои сложности не могут найти работу который имеет свои проблемы также вы писали в чате о правительстве правителях до высказывая свои мнения что что-то не нравится это как бы ну да да это это трогает это задевает это это так но чтобы вы больше этого не знали чтобы вы этого не видели чтобы вас это больше не трогал и не задевала все что вам нужно сделать услышьте меня пожалуйста это покинуть вашу нижнюю сущность это проводник который был подключен перед тем как вы начали свое путешествие на землю без него этого бы просто не свершилось и это ваша первичная сущность это единственная причина потому что даже карма как карма она на самом деле иллюзорно с той позиции как ее воспринимают люди и вообще с той позиции как какие характеристики дали этому слову потому как все что вы проходите на все что вы проходили это ваша добровольная миссия вы сами это выбрали двое выбрали такие отношения вы выбрали таких мужей таких жен таких детей вы выбрали одиночество вы выбрали это сами вы все прописали до мельчайших моментов какой будет мужчины какие будут у кого болезни какая опухоль в каком месте все понимаете вы прописали все до мелочи полностью поэтому люди борется мне ничего не могут поменять ничего понимаете потому что выбрана была добровольная карма и выбрана она была чтобы выравнивать почему потому что в этих слоях низко вибрационных куда спустилась сознание невозможно вырваться понимаете но невозможно из них вырваться именно карма который постоянно выравнивал выравнила выравнивала энергии приносила эти трудности через которые вышли и шли и шли и шли и шли даже вот целители даже вот до наши любимые мастера как этому пришли да сколько вот мы даже вот наших любимых послушали девочек Как пришли? Через болезни, через боли, через страдания, через непонимание. Понимаете? То есть только так, выравнивая эти энергии, возможно было проиграть этот сценарий, конечно, это способствовало множеству-множеству сверхмастеров. Сверх-сверхсуществ. И сейчас, вот именно сейчас пришло это время покинуть все эти формы. И это нижнее тело, да, как я вам уже говорила, в этой пирамиде сознания, нижнее тело. Сконструировано, как и все на этой планете, самим Создателем. И опечатано в ячейках памяти. Все спроецировано, и астральные, и ментальные планы. Над этим трудилось множество цивилизаций. И все эти ячейки памяти состоят из многогранных живых форм. Потому что каждая ячейка также является отражением этого Создателя. И все вместе это является кубом. Сущностью всей этой планеты. И вся поверхность этой сущности есть искусственный интеллект. А внутренность ее, это то, что вы называете ядром планеты, является живым интеллектом. И поэтому никто из этих программ вырваться не мог. Никто. И только сейчас, когда происходят такие перемены, и в это задействованы все цивилизации. И сверх-сверх-существа, это их заслуга. И поэтому мы можем с вами об этом говорить. И нести такую информацию, которая раскрывает эти моменты осознавания для вас. А даже правильно сказать, вашего воспоминания. Чтобы вы могли покинуть все это. Потому как вы здесь, значит вы готовы. Да, каждый будет покидать индивидуально. Потому что у каждого из вас есть свои связи, как я вам уже сказала. Это тоже свои структуры, сущности. Они опечатаны в 36 ячейках памяти. В которой есть квадрат связи. Это солнечная проекция. И еще что я хочу сказать вам, да, по карме. Что карма на самом деле, она служила, чтобы выравнивать, выравнивать эти частоты. Чтобы дойти из воплощения в воплощение. Из воплощения в воплощение. Когда что-то в одном воплощении вы недополучали. Вы получали это в следующем воплощении. Все вы это прописывали. Все вы это просматривали. Для того, чтобы выравнивать и выравнивать. То есть она вам служила для того, чтобы вы росли. Для того, чтобы вы себе прописывали вот эти все болезни. Да, вы для того и прописывали себе все эти моменты. страдания для того, чтобы расти и для того, чтобы было возможно выйти из всего этого. И вот по карме, что я хочу сказать еще, что опять-таки принятие, принятие и принятие. И относительно вас, относительно планетарной кармы, это сейчас вас уже, но вы должны знать, вы все равно это, вам нужно знать, потому как многие из вас пойдут дальше, потому что это фракталы, потому что мы не привязываемся никому. Понимаете? Потому что задача носителей этого интеллекта перенести сознание в изначальные клетки памяти. Все. Далее идет прямой контакт. Прямой контакт с Небесным Отцом. Прямой контакт со всем домом, со всей Небесной семьей. Это когда уже тот момент, когда не Google нужен в помощь, чтобы искать, что там есть, да, в Google. Что еще найти, чему поучиться, как многие. Какое там видео посмотреть, еще что-то, да, все, бах. А когда Google в голове, когда вы постоянно на связи, вот они живые связи, любимые, вспомните Атлантиду. И ту Атлантиду, которая была в этих ячейках памяти на этой планете, и ту Атлантиду, которая не была никогда здесь. Вспомните. Наш храм. Каков он? Просто развернули клетку, все, развернули клеточку. Ага, все, вот она, прямая связь. Вот кто здесь. И общаемся. То есть всегда напрямую. Нам не нужны посредники, батюшки, учителя и так далее. Поэтому один приходит. Передает, множит. Идут другие так же. Чтобы никому, чтобы не было привязанности. Потому что задача уйти вообще от всех учителей. Задача выйти на прямые контакты с изначальным домом, с нашим Небесным Отцом. По поводу кармы. Просто чтобы вы это знали. Что тогда для человеческого сознания, который еще пока находится в этих кругах, в колесе Сатурна, когда он находится на этой платформе нижней сущности, да, когда он просто, ну, не помнит. Он просто не помнит. Он ни в чем не вноват. Он просто не помнит. Здесь осознание того, что нужно так поступать с людьми, как ты абсолютно точно готов, чтобы поступали с тобой. Вот если ты вот таким образом себя ведешь, что ты готов, что прямо сейчас с тобой, таким образом, прямо вот сейчас, это отразится и с тобой так поступит, и ты так примешь благодарности в любви и в спокойствии, тогда это будет уравновешивать энергию. Но на самом деле здесь идет игра множества существ через тела человеческие, множества целых легионов, поэтому это не так просто, но так или иначе, это один из ключей, который тоже мы вам передаем. Вот. Еще совсем немножко я хочу сказать о карме, опять-таки о целителях, спасителях. Да, как я вам говорила в начале нашей встречи, что ничто не уходит никуда. и что если какие-то техники, которые именно как изгоняют сущности, с которыми у человека был контракт, пройти с ними, то это тоже не уходит никуда. и потом, после того, как человек покидает физическое тело, в астральном, ментальном плане, безусловно, эти сущности, он встречается с ними, понимаете. И, в общем, я не буду вас пугать, но еще раз повторюсь, что ничто никуда не уходит, потому что карма, она всегда спасала. Это просто необходимо осознавать так, как оно есть, понимаете. Потому что вот этот мир разделений, как многие еще называют тоже это, воины света. Откуда они, воины света? Ну вот скажите мне, откуда там, где свет, это воины? Конечно, нет. Это все на таком физическом, химическом уровне, да, где есть свет, там есть тьма и так далее. Безусловно, в сознании такого нету. Никто ни с кем не воюет. Поэтому и спасать некого, понимаете. Поэтому и лезть некуда. Потому что все принимается так, как оно есть. Поэтому нет этого разделения. И сама структура понимания этого процесса, этого устройства, она просто, как только вы это осознаете, она мгновенно вас перебрасывает в более высокие координаты времени, где этого нету. Да, координаты сознания, мерности. И все, и вы просто перестаете заниматься этой борьбой. Не с чем заниматься, все совершенно, все всегда находится на своих местах. Так создан этот мир. И он так создан, таким образом, специально. Понимаете, абсолютно все, что с вами происходит, опечатано полностью. И планета, на которой это все происходит, она тоже не одна. Помимо того, что она многомерна, она также присутствует еще на 36 планах. то есть это множество, которое распространяется на 36 ячеек памяти. И так же на них живут и наслаждаются жизнью только другие формы, понимаете? Другие формы, множество различных цивилизаций. Поэтому, родные, и так же, когда кого-то осуждают, обсуждают, конечно, пока у людей нет памяти, пока они это не вспомнили, им никто не может помочь. И даже если им кажется, что им кто-то помогает, что пришел какой-то целитель и взял на себя эту ответственность, карму, помочь, то эта структура обязательно связывается с тем воплощением его воплощением, да, каким-либо другим. Потому что человек забыл, что он многомерен, что его воплощения живут одномоментно. Человек живет, он продолжает жить. Потому что у нас есть только здесь и сейчас. Понимаете? Допустим, в каком-нибудь 300-м году или в будущем, в настоящем. Просто не существует таких форм планов, где вы существуете отдельно. все это заполняется в моменте сейчас. И это не бывает никогда в вашем прошлом или настоящем, отработанном, неотработанном на самом деле. Все пребывает в одном месте. И вот сейчас вот это то время происходит, когда сознание приходит к сознанию целому и одномоментно выравнивает во всех формах и мерностях. Понимаете? Собирает все свои части. Одномоментно пробуждаются клетки здесь, одномоментно пробуждаются клетки в других воплощениях, одномоментно пробуждаются на других планетах и так далее. И мы принимаем этот мир таким, какой он есть. Таким, каким он принял вас. Потому что это нижнее тело любимое создали вы. Вы и есть этот создатель. И вы вместе с этими цивилизациями трудились над этим. Сначала был создан ментальный план, потом сформировался астральный. И эти цивилизации, сверхсущества думали, что вам будет легче. Но в астральном мире вы соорудили вот это нижнее тело, которого легче не стало. Поэтому мы работаем в священном пространстве, в священном пространстве сердца. объявляйте как можно чаще это сами себе. Установите это. Постоянно разворачивайте его. От встречи уже, конечно же, это все сформируется словно как новая кожа, как новая. Все на скелет. Все абсолютно новое. это, еще раз скажу, родные, это не учеба. Я ни в коем случае не собираюсь вас ни с чем учить. Вас научат всему на сверхцивилизации. Вас научат всему, когда вы выйдете на прямой контакт. Поэтому моя задача подготовить вас и путем наших путешествий указать дорогу домой. И это процесс, это чистота. Просто чистота. Просто питайтесь этой чистотой, напитывайтесь и напитывайте свое пространство священным сердцем, священным питанием. Потому что это пространство священно. Оно изливает любовь. Понимаете? Это чистота любви. И пока она изливается, вы живете, процветаете и богатеете. И ваши дела придут в порядок. И в этой чистоте все множится, размножается. Потому что это совершенное, совершенное пространство. Священное сердце. все трудности, все трудности в дуальности, которые у вас проходили, просто примите это как единственное спасение. Это было единственным для вас спасением. Понимаете? и вам будут напоминать о том, что на самом деле все процессы, все программы есть. И как только вы вспоминаете, а вы вспоминаете, что эта программа создана самим создателем, все вы вспоминаете, вот оно создатель сердца хранителя, священное сердце, создатель планеты. как только вы вспоминаете, что вы изначально есть, не просто вспоминаете, потому что сейчас я это сказала, или вы где-то это прочли, а вспоминаете в клетках памяти, когда у вас это начинает пульсировать, и по мере наших просвещений у вас будут всплывать различные картинки, вы будете это видеть, осознавать. И таким образом, когда вы полностью перестаете быть этим телом, и вспоминаете, что вы, как тот создатель пребывает в каждом человеке, в каждом, то есть вы открываете сердце каждого человека, и в своем сердце этого человека, проявляя к нему милость, вы открываете его в себе в виде Бога, и в каждом предмете вы начинаете созерцать Бога, вы просто вспоминаете, как устроен мир, вы не вызываете что-то, вы не намерения какие-то, читаете молитвы, мантры, все, вы просто вспоминаете ваши клетки, начиная пульсировать, и мы вас поведем так, и ведем вас так, чтобы вы больше ничего не делали своим сознанием, для этого есть сверхсущества, которые полностью уполномочены для этого, ваша задача просто свое тело отдать атмосфер сверхсуществу свету, солнцу, чтобы оно здесь могло хорошо, хорошо эту чистоту провибрировать и целиком раскрыться, целиком развернуться, и вот когда это произойдет, все, абсолютно все тогда поменяется, и тогда никаких программ ничего не будет действовать, оно и невозможно, чтобы оно действовало. вот таким образом, вот облака это также проекции формул, которые говорят с вами в пространстве, и вообще все, что вам будут приносить, буду давать через индивидуально каждого, куда вы обращаете свое внимание, и всегда обращайте внимание на то, как пространство с вами говорит, особенно это очень явно проявляется, когда мы оказываемся с вами в одном едином пространстве священного сердца, и что бы ни сказал окружающих кто-то, по телефону, по телевизору, если кто-то смотрит, и облака, облака, цифры, которые повсюду заговорили с вами, могущественные, могущественные имена Бога. это не всегда так, как вы ожидаете, это такой постоянный момент синхронизации, и теперь весь мир вас ведет, весь мир, и в этом пространстве нету ни одного существа, абсолютно ни одного, который вам сейчас не служит, поэтому родные, что мне хочется здесь добавить, на самом деле, только вы сами себе по сути можете помешать, когда вы сами не доверяете своему пространству и думаете, да даже не думаете, оно живое, вспоминайте, вспоминайте, что все живое, и что все абсолютно служит вам и сейчас работает на вас, вы есть этот центр света, вы, и просто достаточно это развернуть пространство сердца и довериться всей семье, всей, очень многие сверхсущества, очень многие проходят невероятные преграды этих мерностей, есть сверх-сверх тонкие вообще субстанции для того, чтобы помочь вам, поэтому не разделяйте это мистическое присутствие, субстанции 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 Продолжение следует...